Всем доброе утро, меня зовут Вика, а это мой друг Тетечка. Часть проделки моего кота, я его конечно очень сильно люблю, но вам придется смотреть на это все видео, потому что я ничего с этим сделать не могу. На днях я нашла свой старый блокнот, где я год назад написала 100 целей на мою жизнь, и мне было очень интересно вместе с вами посмотреть, какое количество из этих целей уже выполнено. У каждой цели есть своя категория, то есть временная рамка, когда эта цель должна быть выполнена. Категория С это в течение одного года, Б это в течение двух-трех лет и А 5 и более лет. Я предлагаю начать с категории С, потому что обещанный год, он уже прошел. Я хочу себе красивый пресс. Нету. Сейчас все встану, забью еще. 10 тысяч подписчиков на моем инстаграм. С того момента я начала усердно работать над своим аккаунтом, но когда я достигнула 2000 подписчиков, мне пришлось сменить аккаунт, привить привычку правильного питания. Тут наполовину, потому что я посвятила этому большое количество своего времени, но я не смогла просидеть на правильном питании больше, чем 4-5 дней. Но я до сих пор горю желанием, изучаю эту тему, и мне кажется, что у меня все получится. Научиться готовить. Время интересных историй. Этим летом я поставила себе цель научиться готовить 5 блюд в течение месяца. Я пополнила эту цель в последние 2-3 дня, и через неделю я уже вообще ничего не помнила. Могу пожарить уже картошечку, это уже неплохо. Посетить город Екатеринбург. За этот год я его так и не посетила, но я очень надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы поедем туда выступать с командой. Пройти квест. На тот момент, когда я это писала, мне кажется, что мне не хватало каких-то ярких эмоций. Тем летом я прошла квест в танцевальном лагере. Это все. Это все, чего я хотела в этот год. Я извлекла из этого большой урок, потому что практически все, что я написала, хоть это и мало, не выполнилось. Первая из категории B, это научиться играть на каком-либо инструменте. Я училась играть на фортепиано, очень долго училась, но талантов у меня нет, и так получилось, что у меня не получилось. То есть, пятый этап, это последний этап в школе танцев, который я обучаю. Одна из тех целей, о которых думаешь, и прям мурашки по коже идут. Записать собственный трек. Я очень люблю музыку, и почему когда-нибудь в будущем мне бы не попытаться ее создать? Идеально серые волосы. Я крашу свои волосы лет с 10, и была уже всех цветов и оттенков, даже сейчас у меня вообще непонятный цвет. Мой цвет, переходящий в не мой цвет, переходящий в красный цвет. Мне кажется, если мои волосы к тому моменту не выпадут, то я когда-нибудь приду к тому, что я покражу в серый цвет. Написать собственную книгу. Я всю жизнь получала удовольствие от всякого сочинительства, и хочу написать книгу, которая могла бы реально мотивировать людей. Хотела себе кари линзы. Я надевала их пару раз, но потом с ними что-то произошло. Последний раз, когда я их надела, у меня было такое ощущение, как будто между глазом и линзой что-то находится. Это было очень жутко больно. В итоге я их сняла, выбросила, и теперь у меня фобия линз. Я хочу себе татуировку. Мама, если ты сейчас смотришь это видео, дальше не смотри. Я хочу себе две татуировки, одну вот здесь, а другую вот здесь. Я хочу пожить три дня дикарем. Если вы собираетесь в лес на недельку пожить, то обязательно зовите меня, я тоже хочу. В 18 лет переехать от родителей готовить не умею, стирать не умею, убираться не люблю. Переезжать собралась. Я все равно хочу это на себе испытать. В 18 лет я съеду, и, глядишь, чему-нибудь научусь. Пробежать 10 километров без остановки. Именно кажется, и кажется, это будет какой-то пиксель в моей голове, что я что-то могу. Вести свою группу ВКонтакте. Однажды я уже имела опыт ведения группы своей, и тырила всякие мемы из разных пабликов, выкладывала их в свою, просто вот так вот пачканье, и была просто счастлива. Покраситься в темно-синий. Прощайте волосы, здравствуй, парик. Покраситься в нежно-розовый цвет. Поехать в лагерь Джигсгарет. Джигсгарет – это танцевальный лагерь, в котором преподает один из моих главных танцевальных кумиров. И, насколько я знаю, этот лагерь приходит на данный момент. Я туда не смогла поехать, но я планирую поехать туда этим летом. И если я туда реально поеду, я буду самым счастливым человеком. Выступи дуэтом. Я только сейчас поняла, что эта цель выполнена, и выполнена относительно недавно, потому что мы с одной девочкой выступали на новогоднем концерте целых два раза. Понимаю, что ты планировал это на два года, а выполнил это сейчас. И это, в принципе, очень приятно, когда ты что-то себе ставишь и это выполняешь. Провести свой мастер-класс по танцам. Мне бы очень хотелось проверить себя в качестве хореографа, хотя бы через несколько лет. Я очень надеюсь, что у меня куда-нибудь выпадет такая возможность. А сейчас начинается самый трэш, потому что сейчас будут мои самые сокровенные желания, которые я ставила себе в категорию А пять и более лет. Спрыгнуть с парашютов. Мама, я же просила выключить. Спрыгнуть с рязанкой. Та штука, в общем, тебя вот здесь вот прикрепляют, и ты прыгаешь с большой высоты. Сняться в фильме или сериале. Я бы хотела проверить свои актерские способности не только в вайнах, но и на больших проектах. Посидеть в Диснейленд. Я еще удивляюсь, почему не в категории С. Посидеть в Кипр и Барселону. Давайте все дружно скинемся мне на билеты. Я хочу сводить маму в ресторан, чтобы она купила себе все, что захочет за мой счет. Снять коллаборацию с известностью. И большинство моих целей в категории А связано с путешествиями. Посидеть в Париж и посидеть в Питер. Один миллион подписчиков на мой инстаграм. Мне бы хотя бы 10 тысяч подписчиков набрать в течение года. Побывать в Припяти. У меня уже видно, да, что я фанатия лачуна. Купить себе 10 айфон. Да, я хочу себе железку за 100 тысяч рублей. Отдать в среднем 1 миллион рублей на благотворительность. Я уже знаю, что это будет животным, потому что животные это в принципе самые мои любимые существа. Мне кажется, я даже мужа не буду так сильно любить. У меня будет муж спать на коврике. А все мои коты, кошки, собаки, пески будут спать со мной. А я хочу себе личного водителя. Просто с самого детства понимала, что я ни за что никогда в жизни не буду сама водить машину, потому что это мега супер стрессово. Я не представляю себя за рулем даже. Но я подумала, блин, личный водитель, это же так круто. А, собственно, я не вижу мать на берегу моря. У меня сейчас такие люди сидят, думают, блин, ну так много хочет. А ты этого не хочешь, дорогой? Я хочу заняться дайвингом. Однажды пыталась дайвить на карьере. Это было весело. Я чуть не утонула, потому что плавать я тоже не умею. Хочу себе Mercedes-Benz C. Ну, в общем, бибику. Хочу себе Lexus JC. Я, конечно, в машинах не разбираюсь, но она просто красивая. И еще водителя туда тоже красивого. В Берлине побывать в Корее, побывать в Чехии, побывать в США и отдохнуть на Мадагаскарских островах. Пау! Спрыгнуть с 10-метровой вышки в воду. Внимание, вопрос. До скольки лет я доживу? Пишите в комментариях. Встретиться с Александром Петровым, встретиться с Димой Масленником и встретиться с Кридом. Я хочу научиться рисовать. Я помню, как я нарисовала вилку на ИЗО. И моя учительница приходит и говорит, «Красивые грабли, Вик, ты такая молодец!» Я писаю свою картину. Я уже представляю. Это, знаешь, будет домик в деревне. Нарисую человека, ложку и вилку. И это будет чучело, грабли и лопата. Открыть свою школу танцев. Я поняла, что открыть ее очень легко, а вести ее к успеху реально очень сложно. И нужно давать этому все свое время. Кто знает, что будет в будущем. Но за этот год у меня появилась одна глобальная цель. Она звучит примерно так. За 7 лет я должна стать номером 1 по популярности среди девушек на русском ютубе. Я и надеюсь, вы зарядились порцией мотивации. Я предлагаю тебе написать 10 целей на свою жизнь в комментариях под этим видео. А также не забудь нажать на кнопку подписаться, потому что дальше больше. Это было все. Всем пока.